В эфире программа День Города в студии Наталья Нойкова. Здравствуйте! Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными и актуальными новостями. Сегодня вы увидите «Такси, такси, вези, вези!» Рязанский полицейский бдительно контролирует правила перевозки пассажиров. Бдительность прежде всего охрана общественного порядка в новогодние праздники в надежных руках. Как встретишь Новый год, так его и проведешь рязанцам за домашний уют. И обо всем подробнее. Глава региона Олег Ковалев обратил самое серьезное внимание на необходимость строжайшего соблюдения всех правил безопасности во время новогодних праздников, особенно противопожарные. Он поручил руководителям муниципалитетов обеспечить личный контроль за безопасностью вверенных им территорий. Также губернатор потребовал обеспечить надежную и бесперебойную работу в праздничные дни всех коммунальных служб и инженерных коммуникаций. Учитывая, что сегодня расширенное заседание, еще раз уже в присутствии глав обратить внимание на необходимость соблюдения правил безопасности, особенно пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников. На детских утренниках, елках, корпоративных вечерах, на предприятиях, в организациях, в местах массового пребывания людей. Прошу обратить на это самое серьезное внимание. Под особым контролем должно находиться использование петард-фейерверков, чтобы не напустить каких-то чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием этих вещей. Также совместно с сотрудниками МЧС, МВД, всех профильных служб провести соответствующие инструктажи по их применению. Мы давали поручение просмотреть еще, так сказать, вода, объекты энергообеспечения, посмотреть, как работает газовое оборудование, предупредить людей о соблюдении правил пожарной безопасности с тем, чтобы не допустить каких-то эксцессов в эти новогодние праздники. Деятельность нелегальных перевозчиков находится на особом контроле Управлением МВД России по Рязанской области, потому что подобные деятельности угрожают безопасности жизни и здоровью пассажиров, ведь незаконные перевозчики не соблюдают требования закона в части прохождения медицинского и технического осмотров. Услуги такси в новогодние праздники пользуются большой популярностью. В связи со значимостью вопроса регулирования пассажирских перевозок легковыми автомобилями и высокой степенью общественной опасности данного вида незаконной деятельности, сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия по выявлению нелегальных перевозчиков. Сегодня проходило мероприятие по пресечению фактов незаконно-предпринимательской деятельности в сфере такси. Составлено два административных протокола. Всего с начала года сотрудниками УВД России по Рязанской области составлено 259 протоколов по статье 14.1 осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без официального разрешения лицензии. Деятельность нелегальных перевозчиков находится на особом контроле управления, поскольку противоречит не только требованиям федерального закона от 21.04.2011 года номер 69 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, но угрожает безопасность жизни и здоровью пассажиров. Стоит отметить, что деятельность нелегального такси подпадает под такое определение, как осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, то есть без лицензии. За данное правонарушение предусматривается наложение штрафа на физических лиц от 2 до 2,5 тысяч рублей, на должностных лиц от 4 до 5 тысяч, на юрлиц от 40 до 50 тысяч рублей. В отношении собственников автомобилей также применяются такие меры, как изъятие транспортного средства. Рейдовые мероприятия продолжаются, они будут проходить и в праздничные дни. В новогодние праздники сотрудники полиции усилят в местах празднования и массового скопления людей меры по охране общественного порядка. Помимо сотрудников полиции в форме в местах массового скопления людей, службу по охране общественного порядка будут нести и сотрудники в гражданском. Управление МВД России по Рязанской области обращается к жителям региона с просьбой с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям. В новогоднюю ночь главные торжества пройдут, как всегда, на площади Победы. Для того, чтобы обеспечить безопасность рязанцев, у главной елки города будут нести дежурство, оснащенное специальным оборудованием полицейские. Блюстители правопорядка не позволят пронести на территорию площади алкогольные напитки, оружие, пиротехнические изделия и другие запрещенные предметы. Все вы знаете, что 31-го будет основная елка на площади Победы. Предварительно будут обследованы все места на предметах нарушения взрывоопасных и взрывчатых веществ с помощью применения технических средств и собак, инженерно-техническим отделением ОМОН. На площади Победы 31-го будут установлены фильтрационные пункты, где сотрудники будут досматривать граждан на предмет проноса запрещенных предметов. Так что обращаюсь к гражданам города Рязани, не пытайтесь пронести запрещенные предметы, это алкогольные напитки, петарды, пиротехнические изделия. В новогоднюю ночь не перестает действовать закон, ограничивающий пребывание несовершеннолетних в позднее время в общественных местах без сопровождения родителей. Во время всех новогодних праздников в местах массового скопления людей в городах и населенных пунктов Рязанской области полицейские существенно усилят меры по охране общественного порядка. Кроме сотрудников полиции в форме, службу по охране общественного правопорядка будут нести и сотрудники в гражданской форме одежды. Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому, конечно же, стоит приложить все возможные усилия к тому, чтобы праздник прошел весело, запоминающе. И что немаловажно, без каких-либо негативных последствий. Диетологи советуют не переедать врачи, не перепивать, а полицейские вести себя благоразумно. А если завтра собрались на елку, стоит запомнить несколько нехитрых, но полезных правил. Подход к елке будет ограничен так называемыми турникетами. Будут специальные места для прохода к елкам. Там будут стоять сотрудники с специальными устройствами и будут досматривать граждан. К гражданам большая просьба с пониманием отнестись к нашей службе. И ключи, в общем-то, отчасти запрещенный предмет. Но что делать? Ну, сами ключи мы понимаем, что же они это не холодное оружие. Ключи от дома можем пронести, ничего страшного. Основное – это не проносить пиротехнику и алкоголь. На месте проведения данного мероприятия будут находиться сотрудники не только в форменной одежде, а также будут сотрудники находиться в штатной форме одежды. Давайте с пиротехникой поподробнее. Значит, лицам до 16 лет, в принципе, продавать ее нельзя. Совет родителям. Совет родителям. Давайте начнем с того, что пиротехнику изначально приобретать только в специализированных магазинах. При приобретении пиротехнических изделий большая просьба. Если ребенок подходит к вам и просит, мама, папа, я хочу, допустим, там, бенгальские свечи, петарды, непосредственно пройти с ребенком в места продажи. Использование пиротехники только в присутствии со взрослыми. Продавцу в любом случае при продаже пиротехнических изделий у покупателя требовать паспорт. Многие придут в карнавальных костюмах. Под маской и бородой Деда Мороза не видно, кто там. Стоит, наверное, тоже проявить какое-то понимание. И, возможно, будет больше внимания к таким персонажам на празднике. Так ли это? У нас закон один для всех. Понятное дело, что к самой елочке подобраться можно будет только пешком. Но сотрудники ДПС, они тоже будут нести службу в усиленном режиме. Давайте пару слов об этом. Просьба. Машины, конечно, рядом не ставить. Везде все дороги будут к месту проведения празднования. Естественно, они будут перекрыты. Может быть, вы малышам дадите совет? Они больше сейчас смотрят телевизор и, возможно, услышат вас именно они, а не родители. Ну, не только малышам, а также родителям, которые будут присутствовать на праздничном мероприятии. Просьба к родителям, смотрите за своими чадами, не отпускайте их из поля зрения. Если, ну, не дай бог, произойдет такое, что ваш ребенок потеряется, незамедлительно подходите к сотруднику полиции. Вот, найдем. Полиция напомнит, что в новогоднюю ночь не будет переставать действовать так называемый закон... О комендантском часе? Да, о комендантском часе. Вот. Лица, которые хотят присутствовать на данном празднике, должны находиться только в присутствии взрослых людей. Электронные сервисы у МВД будут работать? Да, действительно, электронные сервисы будут работать. Но, как вы уже сказали, что мы отдыхать, мы не отдыхаем. Мы также в празднике будем работать. Все новости, которые будут проходить во время празднования, мы их будем также размещать. Ну и по традиции, давайте поздравим всех телезрителей с наступающими праздниками, с вашей пресс-службой. Мы уже сроднились целый год, работали очень тесно. Уважаемые рязанцы, от лица рязанской полиции хотелось бы поздравить вас с наступающими новогодними праздниками, пожелать вам крепкого здоровья, удачи и чтобы все ваши мечты сбывались. Несмотря на то, что елка уже давным-давно стала символом празднования Нового года, мнение о том, должна ли она быть настоящей, пахнущей хвоей и лесом, или все же стоит поберечь зеленых красавиц и оставить их в родной среде обитания. А самим довольствоваться искусственной елкой расходятся по-прежнему. Вот уже и не за горами новогодние праздники, ну а главных символ, конечно же, елка. Многие предпочитают наряжать не искусственную, а натуральную. Кстати, всем известной песней в лесу родилась елочка уже более ста лет, и все же живая ель лучше срубленной под корешок. Вырастить ее не так уж и просто, нужно 7-8 лет, и, конечно, тут потребуется немало терпения. Для новогодних ярмарок высаживают специальные плантации елей, собирают шишки, отправляют их сушить, достают семена и только потом высеивают. Большинство нами опрошенных рязанцев считает, что нужно беречь природу и не рубить елки на Новый год. Мы природу оберегаем. И потом я в детстве в деревне вырос. Мы там всегда натурально, но она быстро осыпается. Так что мы за природу. Осыпается раз, и зачем портить елку? Нет, только искусственную. Я вообще-то в лесу вырос, и мне всегда поражает вот это, сколько выкидываем. Ай, в России, как хорошо. За ними какой уход нужен? Мне всегда... Мы в лесу выросли, даже елку у нас обычно была в клубе, в школе. А так, чтобы в каждой квартире елку наряжать, мы не наряжали. Тогда в то время не было искусственных елок. Сейчас искусственные, да. Но мне жалко их. Но для того, чтобы ели не вырубали, сотрудники полиции проводят в рязанских лесах специальные рейды. В преддверии новогодних праздников под топор злоумышленников могут попасть даже маленькие елочки. Полицейские принимают повышенные меры предосторожности, патрулируют леса и проверяют выезжающие из лесных массивов транспорт. За незаконную вырубку предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. А вот вырастить ели – это немалый труд. Но зато живут они 300-400 лет. Так что вовсе не обязательно рубить ель. Пусть зеленая красавица радует не только вас, но и окружающих длительное время. С наступающими праздниками вас! Ольга Харламова, Алексей Аленкин, телекомпания «Город». Праздник все ближе и ближе, и новогоднее настроение уже начинает стремиться к бесконечности. Все отмечают Новый год по-разному. Но неизменным остается одно – Дед Мороз и Снегурочка, елка и подарки под ней, запах мандаринов, бой курантов, шампанское. И, конечно же, близкие люди, которые собираются вместе за праздничным столом. Новый год – праздник волшебства и чудес. Его с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Это сказочное время, когда собираются за столом близкие люди, наряжают елку, дарят друг другу подарки, загадывают желания под бой курантов и верят, что оно обязательно исполнится. Традиция отмечать Новый год 1 января появилась при Петре Первом. Он заменил старое летоисчисление от сотворения мира на новое, от Рождества Христова, и перенес празднование Нового года с 1 сентября на ночь 1 января. Интересно, что бы было с теми, кто захотел бы придерживаться старого обычая? Но, видимо, таких людей не нашлось. Это ведь не бороды брить, да и кто откажется от веселой зимней ассамблеи с фейерверками в зимнем ночном небе? Петр умел не только воевать и строить, но еще и веселиться. Одновременно с елкой постоянным персонажем новогоднего праздника становится и Дед Мороз. Его возраст более тысячи лет. Согласно Восточному гороскопу, грядущий 2016 год пройдет под знаком красной огненной обезьяны. Как утверждают специалисты в астрологии, не один год, проходящий под знаком этого эксцентричного непредсказуемого животного, не проходит умиротворенно и спокойно. Все дело в характере обезьяны, в ее темпераменте. Тем более, что стихия 2016 года – огонь. В свете всех этих обстоятельств можно не сомневаться в том, что новый 2016 год будет складываться не всегда так, как это было запланировано. Хозяйка года обещает много интересного и неожиданного. А где и как его лучше отметить? Место, пожалуй, не имеет значения. А вот веселье должно бить через край. В этом году его не может быть слишком много. Маскарад или реальный квест на улицах города, шоу в ресторане, большая компания знакомых людей, рок-концерт или вечеринка в гавайском стиле – годится все. Главное, чтобы было весело и шумно. Но все же, какой бы ни был год по восточному гороскопу, рязанцы считают, что Новый год – семейный праздник. Пойдем к елке, будем веселиться, под елкой присадить. Водить ее по елкам, на каток свожу ее обязательно. Ну, не знаю, что-нибудь еще придумаю. С семьей, дома. Новый год все-таки семейный праздник. Хочется провести с самыми любимыми, близкими людьми. Отмечать буду в кругу семьи. Подведем итоги, потом отметим, посидим, погуляем, сходим. Я за городом живу. Елочка уже стоит. Так что настроение прекрасное. Домашний. Я всегда отмечаю Новый год только в кругу своей семьи. У меня внук 16,5 лет. Дети придут. Дедушка у меня свой есть. Вот мы вместе и будем проводить. Праздник семейный. К сожалению, дети мои не приедут. Так что буду одна муж с подругой. Ну, а нам остается пожелать вам счастья и удачи в Новом году. И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. А программа «День города» прощается с вами до следующего года. С наступающим счастья и удачи в Новом году, ярких моментов и удивительных событий. До встречи! Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok